Старицы, ну дай мне, где проживало чуть более, побольше 500 человек, было 4 монастыря и 18 церквей. Именно на этой богомольной земле и мог родиться будущий первый патриарх. Представляете, вот можно об этом. Храмы, смотрите, я процитирую, да, вот свою мысль. Храмы украшали Старицу, поднимая над его жилой постройкой шатрами. Главками, крестами, образуя неповторимую градостроительную композицию, составляя облик, образ города, называемым домом Пресвятой Богородицы в честь первого монастырского храма. Все духовное тянулось к нему, к небу, материальное пласталось по земле. Это давало средневековому горожанину главное – спокойствие, смирение и уверенность в своих силах. Так поэтично и эмоционально начался очередной лекторий традиционных Михайловских чтений, которые вот уже три десятилетия с подачи миссионерского отдела Тверской епархии раскрывают новые страницы духовной истории Верхней Волжья, открывая порой удивительные факты. В этот раз замечательный старецкий краевед, автор нескольких десятков книг Александр Владимирович Шитков, говорил о белокаменных храмах, построенных на Старицкой земле в XVI-XIX веках, и разделивших с ней годы процветания, политических бурь, пожары и опустошительные войны. Средоточием богатого разнообразия стилей каменного храмостроительства стал древний свято-успинский монастырь. Развитие этой обители, как и самой Старицы, было связано с именем младшего сына Ивана III Андреем, которому по разделу великого князя достался город, ставший центром самостоятельного удельного княжества. Наш монастырь только за один век дал трех выдающихся святых. Это, конечно, Герман, архимандрит нашего монастыря, уроженец нашего города, Старицы в миру, Григорий Садырев-Полев из дворянского сословия. Это тот Герман, который будет потом возглавлять Казанскую кафедру. И Герман, будучи архимандритом монастыря, принял посадского мальчика Иоанна и дал ему образование. Это будущему первому патриарху Иову. Можете себе представить, в этом году, кстати, 430 лет со дня принятия патриаршества на Руси. Следующий как раз-то святой – это Дионисий Забниновский, уроженец Ржева. О нем мало тоже сегодня говорят, но на самом деле это патриот тоже своей страны. Это тот Дионисий, который будет возглавлять Тройско-Сергию Лавру. И 16 месяцев осады против супостатов поляков выдержит наша святыня. Именно князь Андрей Старицкий заложил ровно 500 лет назад в свято-успенской обители «Величественный Успенский собор», который сегодня является самым древним сохранившимся сооружением современной старицы. Белокаменный пятиглавый собор, стены которого сложены из тесанных блоков и плит старецкого известняка, стал подобием Московского Успенского собора, возведенного волею отца князя Андрея в конце XV века. Под собором Старицкого монастыря исследователи обнаружили глубокие до трех метров в высоту подвалы, которые могли служить усыпальницы для старецких князей. Все князья, мы знаем, погибли в результате как раз противостояния с великим князем, а потом с царем Иоанном Грозным. Самый Иоанн Грозный частенько бывал в нашем городе, и надо признать о том, что он не только, как пишут летописные своды, пировал, отдыхал, охотился, но в то же время выполнял и государственные дела, и в то же время делал богатейшие вклады в наш монастырь. Благодаря щедрым царским пожертвованиям в обители была построена Введенская церковь с трапезной, прекрасный образец шатрового храма. Возможно, богатый вклад Иоанна Грозного стал неким символическим покаянием правителя, так жестоко расправившегося со старецкими князьями. Уникальный собор, который строится в 1570-е, ну, 69-й год, 80-е он был окончательно построен. И удивительно, в чем здесь? В том, что мощный купол, видимо, настолько давил на храм, что образы, скажем, стены стали гулять. И архитекторы ловко продумали, как укрепить с трех сторон эти стены, южной, западной и северной стороны, они обнесли белокаменными, видите, там вот, да, подпоркой. И храм от этого только выиграл. Это единственный храм был теплый, отапливался колорифельным отоплением, как средневековые замки. И еще маленький такой нюанс, который тоже хочется сказать. Вы знаете, что вот это, вот, к сожалению, плохо видно, вот высокая лестница с папертью, ее не было. А когда берешь опись 1607 года Жихарева, читаешь, оказывается, связь с внешним миром осуществлялась воздушным деревянным переходом в настоятельский корпус через дорогу на подпорках. Но подпорки, ой, воздушный и деревянный переход стал в XVIII веке ветхим, и решено было его нарушить и пристроить уже в 1802 году высокую лестницу деревянную с папертью. Вот. И это тоже не случайно, почему такое существовало. Все дело в том, что когда мы входим в наш Старийский Успенский монастырь, мы входим со стороны Южных ворот. А вообще, по канонам, должны быть западные ворота, основные должны быть. А почему такое? Потому что до революции не всегда, но это было ежегодно практически Старийский Свято-Успенский монастырь, подтапливался, потому что Волга поднимала весной воды на такую высоту, что прорывалась через западные ворота и затопляла одну треть монастыря. Представляете, я лично читала архивные документы. Монахам, чтобы попасть с одного храма в другой, даже приходилось плавать на плоту или на лодке. За десятилетия до Введенской церкви в Старице был построен другой шедевр шатрового зодчества – собор Бориса и Глеба. Возведенный по инициативе и на средства двоюродного брата царя Иоанна Грозного, князя Владимира Андреевича Старицкого, этот храм больше походил на белокаменный город. Его возникновение на старом городище совершенно не случайно, так как этот собор строился, вы видите, в 1558 по 1561 год. Все дело в том, что этот собор строил как раз сын Андрея Старицкого, Владимир Андреевич, он делает некий намек на строительство этого храма, потому что ряд исследователей сегодня говорят о том, что идет даже спор между Иваном Грозным и спор идет между князьями Старицкими, не только в политике, но мы видим даже и в церковном зодчестве. Князь Старицкий Владимир Андреевич, он не случайно называет этот собор Бориса и Глеба, намекая тем самым Ивану Грозному о брата убийстве, потому что он чувствует, что расправа-то может быть и жестокая расправа, и она все равно произойдет в 1569 году. Это первый момент. Второй момент. Храм был освящен 2 мая 1561 года. А если мы несколько вернемся назад, к событиям 2 мая 1537 года, то оказывается, Андрей Старицкий поднял мятеж против малолетнего Ивана Грозного и Елены Глинской. Представляете, не есть ли это тоже некий символизм, как бы в памяти об этом, потому что после этого мятежа, который закончился неудачно для отца Владимира Старицкого, Андрей будет схвачен и прикован буквально цепями в темнице, и через несколько месяцев, в декабре 1537 года, скончается. Вот смотрите, да, и плюс еще третий здесь момент. Соперничество за красоту. К сожалению, этот собор не сохранился, был разобран по ветхости, а его камень пошел на строительство другого Борисоглебского храма, возведенного в XIX веке. Испытания временем не пережили многие монастыри и храмы Старицы. И один из них – это Вознесенский женский монастырь 1668 года постройки. Удивительная история. По преданию, женский монастырь был основан Иоанном Грозным еще в XVI веке. И надо сказать о том, что его история, этого женского монастыря, девичья женского монастыря, была связана с некой матушкой Пелагией, в мощи которой находились как раз с правой стороны перед алтарем, внутри как раз вот этого монастыря. И никто не знал, кто она такая, эта матушка Пелагия. И почему по ней служат панихиды? Вдруг задается вопросом Тверская консистория. Мне очень понравилось, как на этот вопрос ответил протеерей храма отец Иоанн Матвеев. Он ответил, на мой взгляд, просто и обыденно. Он так ответил. Мой прадед служил, мой дед служил, мой отец служил, и я буду служить. Была прислана сюда такая авторитетная группа ученых, докторов наук, исследователей. И я вместе с ними рад, что участвовал в церковно-археологической экспедиции. Мы обнаружили мощи, и матушка-то оказалась убитой. Правый висок пулевого отверстия, с левой стороны черепа не хватало такого куска, это говорит о насильственной смерти. И вопрос, когда она была убита? Потому что никаких пока архивных документов мы еще не обнаружили. Я могу с осторожностью предполагать, может быть, она была убита в польско-литовское нашествие на Старицу в начале 17 века. Ясно одно, что ее считают до сих пор матушку Пелагею сестрой, но последние документы нам показывают, что это мать первого патриарха. В 17 столетии в Старицком Свято-Успенском монастыре, после страшного пожара, уничтожившего множество деревянных монастырских построек, на каменном фундаменте были возведены новая кирпичная колокольня и каменная надвратная церковь Иоанна Богослова. Внизу колокольни, вы видите, с правой стороны, где узорный такой вход сделан, это место первоначального упокоения первого патриарха. Именно это место считалось по преданию, где находилась келья первого патриарха, потому что первый патриарх Иов представился у нас в Старице, изгнанной из Москвы, преданной русским народам в результате смуты начала 17 века. И потом над его могилой появилась белокаменная палатка, а сама колокольня кирпичная, не кирпичная, а тогда деревянная была, стала ветхой. Решено было ее нарушить и построить вот эту современную доминанту колокольню, и решили, чтобы белокаменная палатка оказалась внутри колокольни. Но здесь, конечно, произошли ярчайшие события до строительства данной колокольни нашего монастыря. Все дело в том, что спустя 45 лет после блаженной кончины первого патриарха, а именно в 1652 году, мощи первого патриарха велено было торжественно перенести Алексеем Михайловичем Романовым, царем, и старице в Москву. Сам Алексей Михайлович Романов вместе с патриархом Иосифом вышли встречать мощи первого патриарха. Они никогда не видели такого столпотворения на Соборной площади. И патриарх со слезами воскликнул. Как же эта фраза мне сегодня нравится, она актуальна и в наше время. Только вдумайтесь, смотри, государь, как хорошо за правду стоять, и по смерти слава. Многие среди тех, кто ставил в этом старинном русском городе церкви и монастыри, забыты историей. Но молитвы о них продолжают возносить в каждом старицком храме. Всего с 16 по 19 столетия в старице были построены 38 каменных храмов, и лишь 8 из них на средства ктиторов. 30 великолепных церквей, где всегда звучало слово Божие, были возведены на пожертвования прихожан. Строили всем миром и возрождать будем всем миром.